Размер пенсии, как известно, зависит от трудового стажа. В современной России срок работы переводится в баллы. Причем в стаж входят не только годы на предприятие, когда работодатель отчисляет страховые взносы, но и некоторые другие периоды. Например, время, когда человек ухаживает за детьми-инвалидами, за престарелыми гражданами старше 80 лет, а также за инвалидами детства первой группы. В этот период они получают соцвыплаты 1200 рублей на своего подопечного, если это не родной человек, и 5,5 тысяч рублей, если речь идет об усыновленном ребенке или родственнике. Вот этот период жизни далеко не все указывают в своем стаже. Почему сложности? Потому что компенсация устанавливается и выплачивается не гражданину, который осуществляет уход, а выплачивается к пенсии гражданина, за которым осуществляется уход. И зачастую бывает, что те граждане, которые уход осуществляли, они не обращаются за установлением этого периода. Собрать документы, подтверждающие такой период в жизни человека был, зачастую не так просто. Изменения в пенсионном законодательстве предполагают автоматически зачислять время ухода за подопечными в стаж человека только по его заявлению. Новшество коснется еще одной категории граждан. Это те лица, которые, скажем так, были осуждены неправомерно. И когда они выходят из, когда принято решение, и они уже освобождаются от уголовной ответственности, то за тот период, который неправомерно они набывали наказание, также начисляются по упрощенной вот этой форме пенсионные взносы. Эксперты уверяют, упрощение системы начисления пенсионных баллов должно повлиять и на размер льготных выплат. Они увеличатся автоматически.